С 1 января вступили в силу изменения в закон о телевидении и радиовещании, согласно которым определены каналы, транслируемые провайдерами кабельного телевидения бесплатно, в частности государственные. Остальные же будут показывать гражданам на платной основе или вовсе отключать. Кабельный интернет Александр Кравченко свою квартиру провел еще лет 5 назад. Позднее от интернета отказался, так как перешел на мобильный 3G, а недавно задумался и об отключении кабельного телевидения, за которое теперь придется платить. До этого сколько, год или два я вообще за это деньги никакие не платил. 15 гривен, они как бы необоснованы, не сообщают, почему вели 15 гривен, даже те самые минимальные. Мне-то не сложно за них платить, но почему за них должен платить, когда до этого не платил. По словам юристов, изменения коснулись универсальной программы услуг, которые должны предоставляться украинцам бесплатно. Теперь в нее уже не входят такие гиганты, как 1плюс1Медиа, это 6 каналов 1плюс1, 2плюс2 и ТЭД, Плюс Плюс, Униан ТВ и Бигуди. Старлайт Медиа со своими 6 каналами, в том числе и весьма популярные СИТВ, СТБ, Новый канал. Медиагруппа Украина, объединяющая телеканал Украины, НЛО ТВ и Индиго ТВ. И 9 каналов интермедиагрупп. Интер, НТН, Мега, Энтерфильм, Пиксель, К1, К2, Зум и Евроньюз. Если ранее это понятие включало в себя все каналы, которые транслировались на территории Украины, то есть их предоставляли провайдеры телевидения, они входили в эту универсальную программу услуг и транслировались бесплатно, то теперь изменено это понятие и в эту универсальную программу услуг включены каналы Первой Национальной, Рада и программы местных компаний. При этом региональный телеканал должен вещать только на один город или области, наполнять эфир материалами собственного производства. Что же касается большинства популярных отечественных каналов, они вправе требовать с провайдеров телекоммуникации компенсацию за дистрибуцию. И это еще в декабре вызвало негодование среди компаний-провайдеров. Некоторые даже грозились вообще отключить украинские каналы на новогодние праздники. Впрочем, сегодня между большинством телевещателей и провайдерами найден компромисс, объясняет представитель надсовета по вопросам теле- и радиовещаний Евгений Маслов. То, что закон принят и универсальная программная услуга сейчас формируется по другому принципу, это предмет договоренности на самом деле отчасти и провайдеров и вещателей. Насколько я сейчас знаю, мы сейчас занимаемся тоже мониторингом этой ситуации. И по таким первым прикидкам основная масса провайдеров нашла общий язык с вещателями и заключила или заключает договоры. Большинством крупнейших кабельных операторов и телекоммуникационных провайдеров было принято вполне предсказуемое решение возложить запланированные расходы за трансляцию вещания на конечного потребителя, повысив ежемесячную абонентскую плату. Наша компания договорилась с этими каналами, они будут транслироваться в том же объеме, в котором они были, транслировались. Будет с 1 февраля происходить повышение цен за услуги. Насколько? Сложности не превышают 15 гривен. То есть теперь к пакетам добавится 15 гривен? Да. При этом абонент не может выбирать интересующие его каналы, ведь предложение действует лишь на пакет целиком. Впрочем, если телекоммуникационный провайдер вправе повысить ежемесячный платеж, то, что люди вправе выбирать пользоваться услугами дальше, оплачивая пусть даже символическую сумму или расторгнуть договор, поясняют адвокаты. А вот что касается вопроса информационной безопасности, то платное кабельное украинское телевидение затрагивает его лишь отчасти. Безусловно, эта ситуация касается вопроса информационной безопасности. Но если посмотреть на то, что происходит сейчас у нас реально в Украине, то у нас основной рынок телевизионных услуг складывается из аналогового вещания, цифрового вещания, кабельного вещания в любом формате, в том числе и в формате, скажем, IPTV, ODT и обычного кабельного телевидения, из спутникового вещания. Та услуга, которая есть там по цифре для города, не проблема совершенно. Другое дело, что есть проблемы в приграничных районах Харькова, там, где достигает сигнал российский, и очень много людей, у которых нет хорошего покрытия. При этом большинство упрошенных харьковчан считает повышение стоимости пакета на 15-20 гривен в месяц незначительным. Раньше мы платили только за интернет, и туда входили телеканалы, а теперь доплата нужна. Сколько? 15 гривен, я сказала. Знаю, что каналы потребовали, чтобы им тоже платили деньги, и теперь даже бесплатное телевидение будет платным. Ваше мнение, как вы думаете? Ну, мой провайдер ненамного поднял цену, поэтому, в принципе, я положительно отношусь. А на сколько они прогнозируются? 15 гривен. А что, за провайдер? Трелан. Впрочем, эксперты не прогнозируют дальнейшее увеличение цен, тогда как горожане все чаще и чаще решают проблемы телевидения путем покупки приемников цифрового телевидения. Велен Модом и Хлаварнков, агентство телевидения новости.